всем привет всех приветствую на своем канале и сейчас нужно провести небольшое то на моем mercedes mercedes 211 3 2 объем в общем то то такое внеплановое не очень-то большое нужно будет здесь сейчас поменять соленблоки большие соленблоки на нижнем чугунном рычаге парочку с одной и со второй стороны заметил что уже соленблоки подорвались они до конца порвались но уже есть там в резине трещина и поменять верхние шаровые ну походу еще посмотрим может быть еще что-то нужно будет сделать пока вот основное большего только глобально это два больших соленблока на нижних больших рычагах возможно еще поменяем шаровую ступицы с одной стороны тоже уже шаровая ступицы такая уже подшатанная и давайте посмотрим как это все будет происходить значит вот она подвесочка поменяем шаровую верхнюю значит вот такая вот такой компании будет вот они большие соленблоки нижнего рычага вот такие вот они выглядят вот такого вот производителя вот второй обойма у него идет алюминиевая сердечник тоже алюминиевый ну и резина значит что здесь нужно будет сделать но я вот уже предварительно сейчас замочил вы дышкой и открутил гайку амортизатора гайку крепления маятника не маятника серьги на солдатика кто как называет стойки стабилизатора в общем то вот это вот и открутил гайку гайку шаровой открутил вот это вот так ну что на сейчас мне нужно будет рычаг рычаг под анкратить чтобы освободить вот этот болт вот скинуть значит тем самым амортизатор сюда поставить данкрат и уже потом съемником снимем ступиц ступичную шаровую скинем и стойку стабилизатора что же давайте приступим к этой работе и и и и Продолжение следует... 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 галка здесь идет на 21 вот таким закручивать пользуюсь ключом и так сейчас подвесим ступицу вверх немножечко чтобы она мешала гайка здесь самоконтральщиеся один раз закрутим и все она не открутится поклотнее затянем там достаточно будет о сразу чувствуется набью не то что было так но теперь вот этот рычаг зацепим с этой стороны и зацепим рулевой наконечник сейчас вторую шаровую затянем так вот две шаровые уже воткнул затянул и сейчас сейчас поставим верхнюю шаровую вот это верхняя шаровая комплект болтов на нее так вот таким образом закрутили поставили верхнюю шаровую вот так вот она выглядит раз два три три болта гайки сверху эти болтики как можно видеть под звездочку так что имейте ввиду при замене шарова потребуется вам звездочка и на 13 накидным простым таким рожком как бы попался тем закрутил так и воткнул сейчас суппорт но суппорт здесь как обычно болты под 18 ключ а шаровые на 21 под 21 либо головка либо ключ накидной какой будет вот ну и сейчас нужно зацепить всю ступицу на шаровую и закрутить так надо будет немножечко поданкратить вот чтобы зацепиться за шаровую вот чтобы зацепиться за шаровую потому что сейчас на весу и рычаги вниз смотрят сейчас поданкрачу поймаем гайкой палец шаровый затяну шаровую я уже скрутил с рычага с верхнего на порядком уже ушаталась и и нужно поменять пыльничек рулевого наконечника сам шар еще тугой ну туговатый просто пыльник был порванный не знаю почему в общем подорвался сейчас мы его поменяем амортизатор целый сухой не потекшие вот так вот ну и заодно так про инспектируем колодки еще нормальный правда диск тонкий в будущем наверно придется заменить но еще так по езжу до конца просто убить его надо уже а потом на выкупить значит что получается по запчастям бегал искал прикупил шаровую такую же такого же производства кого качество как и с той стороны меняли вот она получается эта компания прям фердер но я и старайся обычно всегда от этой компании покупать запчасти и вот комплект идет болтов гайка болт здесь они под звездочку идут внутренний торс это старая шаровая такая она уже слабенькая потрепанная вот видно да и пыльничек вот этот вот на рулевой наконечник новый поставим там сейчас все вычистим всю старую смазку помоем карбом вот такой вот очиститель для карбюраторов инжекторов им просто там все сполоснем помоем и набьем новую смазку но еще вот два болта прикупил здесь болты длинные вот такие вот эти болты болен это даже я не те видел тут это шляпки такие длинные то я короткие купил я хотел просто на заднее колесо их поставить ну да ладно черт с ним пойдут и такие ну давайте приступим к установке шаровой а а а а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сбрызнем ВД-шкой И затянем шаровую Так, где гайка, гайка, гайка Гайка, гайка Гайка, гайка, гайка короче можно ключом трещоткой затем не охота что-то бежать головку на 17 инструмент так покручу накидным покручу закручу все хватает до усердно тут не надо крутить эти гайки самоконтрящиеся ну и давайте сейчас займемся ну и давайте сейчас займемся рулевым наконечником сейчас уже вот так вот почистил старую смазку вот таким образом вот этим карбюратором помыл старье вымою сейчас все тут или песочек или что-то было короче говоря протрем его все вот таким образом mercedes и ремонтируется набью сейчас сюда смазки одену потом вот это кольцо одену и все и поставлю рулевой наконечник так вот так сейчас выдавлю сюда смазочки новый таким образом этого будет достаточно вот немножко в пыльник туда засунул смазки и сейчас нужно одеть вот так оденем вот так одели на руку неудобно но все равно и сейчас вот это кольцо оденем так ну вот таким образом одели пыльничек сюда колечко сверху и сюда колечко стопорно чтобы он не слез все смазочки здесь достаточно много смазки не надо ложить так слегка в пыльники вокруг шаровой сама обмазали и этого будет достаточно ну все сейчас установим ее сюда на цапфу и закрутим сбрызнули в дашечкой чтобы шла гайка хорошо она в принципе и так пойдет никуда не денется чтобы дальнейшем еще было меньше ржавчины и затянем все этого достаточно и так пыльничек поменяли гайку затянули шаровую затянули все на этом ремонт здесь закончен mercedes 211 кузов все сейчас поставим колесо и на этом ремонт закончен все всем пока до новых видео обзоров